Ну и как раз ведение бизнеса в нашей стране и реализацию совместных проектов в эти дни в Минске обсуждают деловые круги Белоруссии и Узбекистана. На первом форуме регионов двух стран подписан пакет межрегиональных соглашений. Сегодня день пленарных заседаний. Пока итоги подводят без цифр, отмечая, что коммерческие контракты есть, и их не менее двух десятков. Парламентарии, представители госорганов и руководители предприятий говорили подробно по каждой отрасли, предлагая новые проекты для кооперации. В первую очередь это машиностроение, совместная сборка тракторов, коммунальные и сельхозтехники, а также велосипедов. Какие совместные проекты заработают уже в этом году, знает Светлана Лукинюк. Форум регионов, где говорят не о стратегии и долгосрочных перспективах, а о конкретном, что может заработать уже в ближайшее время. Обсудить поставки товаров, найти партнеров и с кем скооперироваться, чтобы вместе собирать и продавать на азиатском рынке. Огромный потенциал заложен в этом направлении, когда города, области напрямую между собой контактируют и без лишней бюрократии, со знанием положения дел на местах, множество людей, множество их экономит, решают свои конкретные вопросы. Межрегиональные связи, инновации, айти, сельхоз, промышленная и пищевая кооперация. Об этом говорили парламентарии, чиновники и бизнесмены на пленарном заседании форума. Доклады четкие, а с конкретными предложениями. Например, молочно-товарный комплекс. Это и ферма, и перерабатывающая предприятия. Проект уже готов. Построить планируют за год. Объем инвестиций около 20 миллионов евро. У нас договорено, что мы поставляем и технологии, и крупный рогатый скот, не теле для начала, а финансирование проводится узбекской стороной. Машиностроение, то, что доказывает кооперация, приносит хороший результат. Собираем уже тракторы, в прошлом году почти тысячу, всекомплектующие, трансмиссии, кабины из Беларуси. Наша техника выдерживает высокие температуры, плюс 45. В планах освоить и сборку сельхозмашин. Мы вот сегодня закручиваем соглашение по линии Бобруйска-Громаша, тоже на углубленная кооперация. И в планах у нас производить до тысячи единиц техники холдинга Бобруйска-Громаша, не только головной площадки, но и входящих в состав холдинга предприятий. Уорша та же самая. Мы производим, создаем рабочие места. Мы инвестируем в экономику Узбекистан. Планируемые инвестиции на ближайший период, это 33 миллиона долларов, которые, в общем-то, планируются освоить в кратчайшие сроки. Самой сложной для выхода на рынок Узбекистана белорусская сторона называет сертификацию продукции. Все дело в разных подходах, но госстандарты двух стран готовы снять лишние хлопоты для делового сообщества. Сегодня на форуме в Минске говорили и о гармонизации законодательства двух стран, учитывая, что в зале было много парламентарьев. Главный посыл, чтобы облегчить работу бизнесу, который уже готов расширять свое присутствие и на рынке Белоруссии и Узбекистана. За эти дни в Минске деловые люди познакомились и с товарами, также с возможностями и с технологиями двух стран и готовы работать более плотнее. Но на сегодня наша договорно-правая база это 60 соглашений. И вот за этот, а также за следующий год стороны готовы их расширять. Главное снять барьеры во взаимной торговле, а также для прихода инвестиций, чтобы заработали крупные инвестпроекты. Сейчас уже обсуждаются и текстильные. Узбекистан страна хлопка, но через пару лет планируют закрыть экспорт этого сырья. Но готовы с белорусами открывать совместные предприятия, где наши технологии, их трудовые ресурсы и хлопок. Две отрасли могут очень успешно сотрудничать в области производства продукции с высокой добавленной стоимостью, чтобы и белорусские компании, получая нашу продукцию, могли быть представлены на рынке СНГ или еще дальше. И точно так же и мы готовы сотрудничать с брендами Беларуси для производства готовой продукции. Новая ниша фармацевтика. Я думаю, мы создадим совместный кластер уже в ближайшее время. Уже в 2020 году это будет работать и будет работать с поставкой продукции на рынки третьих стран. Пакет межрегиональных соглашений сегодня стал более увесистым. Города, областные центры скрепили желание работать подписями, но итоги пока подводить рано. Уже подписано 26 соглашений между регионами. Уже в работе более 20 контрактов коммерческих. Это новый этап в отношениях Узбекистана и Беларуси. Сегодня же Минский автомобильный завод, например, подписал контракт на поставку 80 единиц техники. Стратегические институты исследований двух стран в меморандум о сотрудничестве. Узбекистан, кстати, начал реализовывать очень интересные транспортно-коммуникационные проекты, которые смогут связать Центральную Азию с Южной Азией. А это значит, что и Беларусь сможет воспользоваться этим транзитным потенциалом, который есть в Узбекистане. Мы являемся союзным государством в рамках и других региональных союзов, в которых заинтересован Узбекистан и в плане экономического сотрудничества, и в плане понимания политических процессов. Весь спектр двухстороннего сотрудничества на этой неделе продолжат обсуждать и бизнес на выставке товаров, и парламентарии, и политики, и экономисты двух стран. Минск ждет с визитом и президента Узбекистана. Планируется, что наша дорожная карта, в которой уже 150 мероприятий, пополнится новыми проектами. Светлана Лукьянюк, Ксения Лебедева, Илья Максимов, Агентство Целиновостей.